Виталий Викторович Великанов, ректор Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. Сегодня хочу поговорить о ВУЗе, который возглавляю, о жизни, которую прожил, о планах, ну и, конечно же, о нашей прекрасной Родине. Здравствуйте! В эфире программа «Скажи, не молчи» в студии Светлана Смолонская и Татьяна Щербина. И сегодня наш гость Виталий Великанов. Выпускники, очень знаменитые и достойные люди нашей академии. Поэтому была в первую очередь большая ответственность, чтобы не навредить. Но мы знаем, что вы с 2019 года его возглавляете. По итогам минувшего года академия стала обладателем Гран-при Международной бизнес-премии «Лидер года-2022». По итогам работы за 2021 год в ВУЗа две престижные ограды. Во-первых, лауреат премии правительства в области качества. И, во-вторых, победитель областного соревнования среди организаций социальной сферы. И занесена, собственно, академия на областную доску почета. И это только за последние два года. Как удается держать марку и в чем секрет успеха? Нужно работать, наверное. Я скажу, что ВУЗ с большими традициями. Много и делалось, и продолжает делаться. Большим коллективом. Коллектив около полутора тысяч человек. Это только преподаватели, сотрудники. И около 10 тысяч студентов. Но здесь нужно было еще научиться себя показывать. Самые востребованные специальности, которые готовятся в нашей академии для работодателей или для заказчиков кадров, это, в первую очередь, затехния, агрономия, инженерный профиль. Конечно, у абитуриентов они, может быть, не совсем котируются. Но такие специальности, как экономический профиль, экономика, мировая экономика, здесь уже, конечно, с удовольствием идут абитуриенты на эти специальности. Хотя нельзя сказать, что они, может, тоже не востребованы. Уникальный есть у нас факультет, землеустроительный факультет. Вот здесь можно, наверное, сказать точно, что и востребовано у работодателя, и у абитуриента. Это именно специальности землеустройства, кадастр. Ну, а вообще, я считаю, что все специальности в академии, которые мы готовим, это востребованы для агропромышленного комплекса. Практически все, которые нужны, мы готовим, кроме ветеринарной медицины. Виталий Викторович, нужно сказать нашим зрителям и вам видеоакадемия глазами иностранных студентов. Здравствуйте, меня зовут Ханчулан. Я студент из Монголии. Учусь в Белорусской государственной сельскоязычной академии на специальном землеустройстве. Когда учился в выпускном классе, у меня появилась возможность учиться в академии. И здесь образование очень ценится и очень качественно. Ценится в многих странах. Виталий Викторович, несколько лет назад на базе вашей академии был создан первый в системе Минсельхозпрода научно-технологический парк. Что он из себя сейчас представляет? Научно-технологический парк, во-первых, был открыт, конечно, для того, чтобы объединить, например, науку с производством. Это очень важно. Потому что ученый не всегда может внедрить, да может, это ему и не нужно, продать свои те технологии, которые он разработал. Вот данная структура, она и работает для этого. Основная из задач ее. У нас сейчас в технопарке имеется много или мало, я думаю, самое главное не количество, а качество. Это четыре резидента. Якорный, как модно говорить, резидент, это технологии земледелия компания, которая внедряет, наверное, флагман в нашей стране, именно элементы точного земледелия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok